Привет всем! Хочу рассказать о случае, который случился вчера со мной. Может для кого-то будет полезным и поможет в трудную минуту. Ездил по городу и припарковался около рынка. Через некоторое время открываю машину, сажусь за рулем, вставляю ключ и хрен там. Приборки не загораются. Нажимаю на ключ и стартер вообще мертво мальчит. И никакой реакции от машины. Ну и приблили, подумал я. И хорошо, что тут рядом за несколько шагов автомастерская. И знал, там хороший электрик работает. Электрика не было. Приходит поздно и много клиентов ее там ждут. Пришлось пошевельнуть мозгами. Первое. Нужно предохранители проверить. Ну как? Багажник заблокировался. Не открывается. Попробовал достать вот так, но не дотянул. Руки у меня не двухметровые. А то вот такой бультиметр у меня всегда в багажнике валяется. Неохота было по одному перебирать все предохранители. Ну ладно, мозгуем дальше, подумал я. Второе. Наверное, неполадка связана с иммобилайзером. Ну тут, чтоб перепроверить этот вариант, нужно опять свозиться некоторое время. Вариант третий. Звонок к другу. Друг владеет автомагазином и торгует с обчастями именно семейства моей машины. Есть, наверное, какой-то опыт по такой причине, подумал я. В рулевой механизме есть какой-то защелка и контакты, говорит он по телефону. Если этот механизм неисправен, машина блокируется. Давай вставляй ключ и крути руль туда-сюда. Попробуй несколько раз вставить ключ. Многие посадки такими поломками часто приходят к нам за деталями. Вставлю ключ и кручу руль туда-сюда, а руль крутится. Вообще-то руль должна заклинить, но она продолжает крутить. Что-то там щелкает и зажигание не открывается. Приборки не горят. Все, тут явно приблили. С помощью смартфона ищу в интернете информацию о таком проблеме. Посад, защелка руля. И читаю в форуме. Оказывается, такая проблема имеется на всех посадах. И это общая болезнь. С чем электромастера? Наконец-то приходит. Я показываю свою машину и объясняю проблему. Он садится за руль. Вставляет ключ в зажигании. И ни хрена приборчики не зажигаются. Машина заблокирована. Начинает крутить руль туда-сюда. Что-то шаманит. И потом говорит. С такими проблемами много посады приезжают. С большой вероятностью проблема в рулевом механизме. Но и сейчас ничему не могу помочь. Сказал, если он начнет ковыряться в моем машине, клиенты, которые ждут, наверное, повесят ее. Придется подождать до вечера. А потом перекатим машину около бокса. И завтра займемся. Ну что делать? Придется подождать. А куда мне идти? Даже двери не закрываются на пульте. Прошло примерно 4 часа. И пробую снять ручной тормоз. Чтоб потом перегнать машину накатом около бокса. Хрен там. Ручник не снимается. Значит, машину придется оставить на улице с открытыми дверями. И так хорошо, что у нас машины с давних времен не крадут. Но, возможно, какой-то фандал ночью залезет в машине. Может переночевать в машине. Но как? Ночью холодно. И то после 9 часов у нас в связи пандемии комендантский час. Иду электрику. Машину перегнать к боксу не получится. Сообщаю. Придется на улице оставить. Постараюсь найти время и посмотреть, сказал он. Прошло час. Потемнело. И он приходит к моей машине. Сначала залез под руль. Там что-то поковырялся. Постучал. Несколько раз вставил ключ в зажигание. И все мертво. Уходит, приносит тестер для предохранителей. И начинает проверять. Одно из них оказался испорченным. Вытащил, поставил рабочую. И пробуем ставить ключ в замке. И о чудо. Здрасте, товарищи. Все приборки загорелись. И все заработано. Поздравляю, сказал он. Хорошо, что причиной предохранитель оказался. А то, если бы в механизме руля, это дорогой ремонт. Помню, в будущем, если еще раз так случится, тогда придется искать причину, зачем предохранитель перегорает. А за что этот предохранитель отвечает, спросил я. Черт его знает. Тысячи машин приходят ко мне. И всех невозможно наизусть запомнить, сказал он. Потом перепроверил дома. Поискал в интернете. И оказался, что этот предохранитель блока управления задних дверей. И центрального блока управления систем комфортом. Ну и вот так. Причиной всего этого оказались предохранители. Вот почему в бардачке всегда нужно держать вот такой приборчик или мультиметр. Ссылка для онлайн приобретения оставлю ниже под видео. А если все это случилось далеко от города? Пробовал даже продиагностировать с помощью OBD2, но не смог. Так как сожигание не открывался и сканер ЭБУ не читал. Если чувствуешь, что проблема в электричестве, всегда проверку нужно начать с предохранителей. Хотя бы методом переставления. В конце видео хочу попрощаться и просто подписаться и поставить лайк. Спасибо всем за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok